Сегодня мы приступаем к осуществлению программы «Правовые знания молодежи». Исследования, которые были проведены в 17 регионах республики, показали, что, к сожалению, есть много проблем и пробелов в правовом образовании молодежи, в частности, российских соотечественников. Мы обратились к российской стороне за помощью нас. Российская сторона в лице посольства Российской Федерации в Республике Армения поддержала. И нашлись люди, которые поддержали нас финансово. Это закрытое акционерное общество «Арментел». В рамках нашей программы состоится презентация новой брачуры. Она называется «Правовые знания соотечественникам». И два, надеюсь, очень интересных семинара. Здесь представлены не только ереланцы, у нас представители Эчмиадзина, Абувяна, а также наши ребята, с которыми мы долго работали и которые в предыдущие годы по программе уехали на обучение в Санкт-Петербург и Москву. И сегодня они тоже с нами, поскольку приехали на отдых на родину. Как Вы считаете, а кто такие российские соотечественники? Как мы этот фронт можем определить? То есть они граждане Республики Армения, но, например, по отцу или по матери они русские, не знают. Статья первая. Законы дают определение соотечественников. Понимаете, как оно регулируется? Соотечественники вообще в целом являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, историю, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по поэму и нисходящей линии. Далее регулируют, что соотечественники, проживающие за рубежом, это граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации. Однако, поскольку это очень сильно сужает круг, да, вот, например, моя мама, она русская по национальности, родилась в Санкт-Петербурге, вышла замуж в Америке, но, однако, она сейчас гражданка Армения, теперь нужно мы ее из группы соотечественников выкинем? Нет, конечно, пока. И поэтому продолжается мысль так. Соотечественниками также признаются лица их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающие на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающих в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств, либо ставшие лицами без гражданства, и выходцы и эмигранты из российского государства, из которых мы корнями куда ушли. Затем в Российской Республике, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имеющие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами без гражданства. То есть закон нам определил такой очень широкий круг, то есть каждый человек, который говорит на русском языке, любит русскую культуру, считается частичкой русской культуры, он в принципе может говорить о том, что он соотечественный. Есть у нас такая глава 2. Основные права и свободы человека и гражданина. И вот номер статья 15, каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть приговорен или подвергнуть смертной кластью. Каждый по правительству. А когда мы доходим до службы в армии, нам это гражданин обязан служить. То есть все, когда мы почему-то, это права отечественников, права иностранных граждан, независимо от того, граждане Армении, иностранцы, да, регулируется законом, но права иностранных граждан, права в основном все одинаковые. Не считая, конечно, некоторых, которые могут быть ограничены за год. Поэтапно вы выбираете специальность, по которой хотите обучаться. После этого на сайте Россотрудничества есть вот такая вот анкета в электронном формате, которую надо заполнить в электронном формате, скачать, заполнить в электронном формате, прикрепить фотографию в спектное и уже вместе со всеми остальными соответствующими документами, потому что не только анкеты можно, нужны все возможные справки, аттестаты, оценки, медицинские справки, сделать пакет документов и отнести, сдать в отдел образования представительства Россотрудничества.